Весна вступает в свои права. И пусть снег еще не растаял, но солнышко уже начинает припекать, а значит пора выходить на улицу и дышать свежим воздухом. Из нового выпуска программы Индустрия здоровья вы узнаете, как в нашем городе прошел здоровый субботник. Также вас ждет новый тест массажного кресла самой свежей модели. Совсем скоро вы узнаете о функциях и ощущениях от его использования. Как оказать первую помощь? Все мы вроде бы знаем ответ, но если дело доходит до практики, то возникает масса вопросов, а гуглить времени уже нет. Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Как дышать и сколько раз нажимать? Ответы на эти вопросы в нашем сюжете. Здоровый субботник проводится в нашем городе уже в шестой раз. Однако сегодня его посетители могут не только, как обычно, проверить зрение или познакомиться с правилами оказания первой помощи, но еще и послушать полезные лекции. Эксперты по здоровью приготовили доклады на самые разные темы. Что такое ортопедическая подушка и как ее выбрать? Рассказали о профилактике инфаркта, о пользе препаратов из водорослей и как работают ортопедические стельки. Это уже стало традиционным мероприятием для города Новосибирска. И другие города, они уже с завистью посматривают на то, что такое мероприятие приходит. К нам приходит очень много писем от других городов, от жителей других городов спротив проведения таких мероприятий. И, в общем-то, Дальний Восток и Север уже в ожидании нас. Я думаю, что скоро проведем такое же мероприятие и не только в наших географических широтах. Данное мероприятие интересно тем, что здесь появились новые зоны. Мы запустили лектории. Теперь у нас врачи читают лекции в таком научно-популярном стиле, очень доходчиво, понятно объясняют, как заботиться о своем здоровье, помогают сформировать эту критичность мышления в отношении сохранения своего здоровья и заботы о самих себе, дают такие полезные советы, лайфхаки, если хотите, для нашей жизни на каждый день. Мы стали более интерактивны, это, наверное, еще наше отличие. Теперь у нас постоянно проходят различные флешмобы, зарядки прямо вот здесь на территории. Лекции, если мы рассказываем про скандинавскую ходьбу, мы здесь же ей и учим, как именно это нужно делать, какие для этого нужны приспособления и как при этом нужно технику отрабатывать, в общем-то, как ходить. Так вот мы сегодняшний день мы работаем, мы рады, что субботник развивается, это находит все больше отклик в сердцах новосибирцев. Всем желающим предлагали тест-драйв массажеров, раскрывали секреты рецептов здоровых перекусов и готовили полезные коктейли для восстановления организма. А еще напомнили, как оказывать первую помощь. Нужно сконцентрировать свои мысли и весь смотр на трех самых жизненно важных функциях организма. Это сознание, это работа легких или дыхания и работа сердца или сердцебиения. Значит, работа сознания оценивается по обращенной речи, можно просто обратиться к человеку. Откройте глаза. Если человек не реагирует никак на обращенную речь, скорее всего, он находится без сознания. Далее проверяем функцию дыхания. Это достаточно просто. У всех у нас гаджеты, которым мы только что звонили, вызывали скорую. Нужно приложить к уголокорта. Если идет запотевание экрана, скорее всего, функция дыхания сохранена. Если нет, продолжаем дальше. И оцениваем функцию сердцебиения. Оцениваем по пульсации на сонных, то есть на крупных артериях с обеих сторон. Если пульсация есть, значит, у нас хорошо сердце бьется. Если нет, все плохо. И нам нужно помогать человеку. Если функцию сознанием протезировать никак не сможем, то функцию легких, то есть дыхание, функцию работы сердца, сердцебиение мы протезировать сможем. Называется это комплекс сердечно-легочной реанимации. И выполняется он за счет непрямого массажа сердца, искусственного дыхания в рот в рот. Также специалисты рассказали, что настоящие эфирные масла могут оказывать воздействие не только на настроение, но и на самочувствие человека. Эфирное масло воздействует на нас тремя способами. То есть когда мы вдыхаем аромат, то есть будь то с ладони, либо через диффузор, либо каким-то иным способом, просто поднеся к лицу баночку с эфирным маслом, вдыхая аромат, оно моментально дает сигнал на весь наш организм, что где сейчас требуется скорректировать, какую восстановительную деятельность сейчас нужно произвести. Также эфирные масла можно применять местно, для красоты, для поддержания, для ухода за кожей. Если какие-то проблемы есть местного характера, какие-то болевые синдромы, то эфирные масла тоже помогают это снять. Здоровый субботник – это семейный праздник. Пока взрослые проходят тест на здоровье печени и учатся правильно измерять давление, малышам рассказывают, как нужно чистить зубы и делать специальную зарядку для здоровья ног. На зарядке мы ходили как мишка, мы на носочках ходили, на пятках. Внимание стопам на этом субботнике, как и на предыдущем, уделяется не случайно. От стоп начинается здоровье позвоночника, шеи, головы. И если стопы страдают, то нагружаются все внутренние органы. Как понять, что вот что-то не так уже со стопами, с ногами? Ну, во-первых, это боль, усталость такая нетипичная, можно сказать. То есть вы вроде в обуви удобной, прошли не 20 тысяч километров, а ноги отваливаются. Затем это неравномерно стоптывается обувь. То есть вот понимаете, что она у вас постоянно в одну сторону и быстро происходит. Это тоже какие-то отклонения. Ну и плюс замечаете, что растет косточка, растет шишка и мозоли. Натоптыши мозоли постоянно в одном месте, какая бы ни была обувь, это тоже явный признак того, что нога уже неравномерно как-то нагружается. Представители медицинского сообщества и собственники лечебных учреждений отмечают, что информировать людей о способах профилактики и лечения распространенных заболеваний в легкой и непринужденной форме просто необходимо. Есть возможность просто здесь, рядом, прямо сейчас посмотреть, узнать, что это новое, познакомиться с какие-то новые технологиями. У нас есть тут интересный новый продукт, у нас здесь можно пройти какое-то обследование. И это все делается в непринужденной обстановке, когда человек открыт, он готов общаться, у него есть на это время даже, ведь потому что это выходной день, и он пришел в том числе потратить свое время совершенно свободно. Здорово! На мероприятии говорят о мужском и женском здоровье, уделив особое внимание онкопрофилактике молочной железы. На специальном симуляторе девушкам показывают, по каким признакам можно диагностировать рак и что нужно делать, чтобы предупредить развитие этого заболевания. Это прохождение самообследования груди не менее одного раза в месяц, также до 40 лет нужно обязательно проходить УЗИ молочных желез, и после 40 это должна быть маммография. Тогда риск возникновения онкологических заболеваний молочной железы сведется к минимуму. Симптомы. Внешне может быть изменение кожи, то есть так называемый симптом лимонной корочки, также могут быть втяжения соска, либо какие-либо патологические выделения. При пальпации можно обнаружить уплотнение, и с такими симптомами нужно обязательно обратиться к врачу, у которого женщина наблюдается. Также можно обратиться к участковому терапевту, который может дать направление к онкологу. Не забыли и про здоровье глаз. Оказалось, что из 50 человек, прошедших диагностику, 100% зрение только у пятерых. Когда человек начинает чувствовать сам, что одним глазом он видит хуже, чем другим, когда появляются в глазах какие-то искры, либо двоение, либо туман в глазах, любая боль или резкая потеря зрения говорит о том, что нужно просто в ближайшие минуты бежать к врачу записываться. «Здоровый субботник» – это не просто регулярная акция. Это уникальный проект, который охватывает значимую часть медицинских направлений и позволяет участникам узнать об основных тенденциях в сфере здравоохранения, пройти диагностику и весело провести время с семьей. Весна – период красивых презентов. Наша программа убеждена – хороший подарок должен быть полезен для здоровья. Мы узнали, что в нашем городе появилась новая модель массажного кресла. И сейчас выясним, чем эта модель принципиально отличается от других. Поздравляю вас с открытием, зная, что вы совсем недавно открылись в Большой Медведице. Да, у нас новый филиал наконец-то появился. Мы недавно уже рассказывали о некоторых моделях, и это были модели уже космические. Но тут выяснилось, что можно превзойти самих себя. У вас появилась новая модель. Чем она уникальна? Ну, это кресло является вообще инновацией у нас в массажном оборудовании. Благодаря своему новому запатентовому двойному массажному механизму, то есть он делает массаж сразу же и на спине, и на ягодицах. От этого эффект от массажа в два раза больше. А также он производит и интеллектуальный массаж, досконально подстраивается под каждого клиента. Также производит гендерный массаж. То есть все активные точки и психоэмоциональное состояние человека тоже учитывается. Гендерный массаж. Это то, что я подумала? Практически, но не совсем. То есть активные точки у нас у мужчин и у женщин, они немножко разные, и на них нужно по-разному оказывать влияние. То есть давление, разные техники. Поэтому тут и для женщин, и для мужчин сделали специально индивидуальные программы. В общем, гендерный массаж – это не то, чтобы массаж какой-то одной специальной зоны. Это воздействие на разные точки у мужчин и у женщин. Да, полностью на весь организм. Ну, разные у нас организмы, поэтому мы по-разному и воздействуем. Елена, можно ли мне испытать чудодейственность этого кресла на себе? Я полетела в космос. Ну, во-первых, сразу же видно, что это функция Slide Pro. То есть оно очень плавно меняет свое положение и отъезжает от стены. То есть можно будет его комфортно располагать у себя дома, и оно абсолютно не будет мешаться. То есть сэкономит пространство. Также производится функция сканирования индивидуально под каждого человека. А что такое функция сканирования? При функции сканирования массажный механизм точно определяет зоны позвоночника и длину ног. Поэтому он индивидуально может подстроиться. То есть как от человека стандартного роста, так и от человека, которому уже за 2 метра. А гендерный массаж уже начался? Да. И такая прессотерапия еще присутствует? Да. То есть все программы у нас включают в себя активный лимфодренаж. То есть это снимает и отечность, и расслабляет дополнительно мышцы, убирает болевые ощущения. Ну и просто приятно. Приятно – это не то слово. Невероятно. Эффект расслабления. И когда кажется, все, сейчас усну и здесь останусь жить. Также у него несколько положений есть. То есть это положение X-Space. То есть раньше были положения Zero-G, нулевая гравитация, когда человек полностью расслаблялся. У него мышцы менее подвержены гравитационному состоянию. То есть здесь оно идет намного ниже. У вас позвоночник в горизонтальном правильном положении. Чувствуете, как он раскладывается? То есть и в таком положении отток лимфы идет более интенсивный. Хочется попробовать еще функцию флоатинг. Давайте перейдем к ней. Что она из себя представляет? Сеансы флоатинга по ощущениям очень похожи на те же самые сеансы в воде. То есть здесь они осуществляются без роликового воздействия, только аэрокомпрессия и положение горизонтальное. Кому полезен такой массаж? Это отличная профилактика многих заболеваний сейчас. Это профилактика заболеваний опорно-двигательного аппарата. То есть сейчас у многих работа, она либо стоячая, либо сидячая. Это проблемы идут сердечно-сосудистой системой. Очень этому подвержены ноги. Вы говорите о том, что происходит отток лимфы от ног? Конечно. То есть здесь он производится правильно, начиная с конечности. Он разгоняет не только лимфу, но и помогает восстановить кровоток. То есть что повышает и восстановительные процессы в организме, и вообще бодрит. Я не хочу работать. Отстаньте. Ощущения от кресла незабываемые, но я вижу, что есть еще кое-что очень интересное в вашем салоне. Это вот такие беговые дорожки компактные. Давайте поговорим и о них. Такие дорожки придуманы специально для использования в квартирах. То есть они максимально бесшумные, ультра-тонкие, чтобы можно было активно проводить время и дома. И не ходить в спортзал, если они очень далеко располагаются. То есть дорожки у нас есть с поручнями, без поручня и на любую скорость. То есть есть до 6 км в час, это терапевтическая ходьба. Есть 8 км в час, это полезный бег, который помогает нам сбросить вес, держать себя в форме, тренировать выносливость. И более профессиональные дорожки до 12 км в час. То есть там уже тот, кто может, тот столько и бежит. Я вас поздравляю с наступающими праздниками. И вас тоже. Всего доброго, спасибо за консультацию. Программа «Индустрия здоровья» подошла к концу. Я желаю вам отличного весеннего настроения и бодрого самочувствия. До встречи на телеканале РБК «Новосибирск». Редактор субтитров А.Семкин